Чем больше оттенков у нас будет в фоне, тем будет интереснее ваша картина. Дело мастера боится. Региональная творческая мастерская с таким названием уже в третий раз собрала любителей декоративно-прикладного творчества. Так, например, традиционные – это придение на самопрялке, это плетение из соломки, изготовление игрушки-свистульки из глины, ну и, конечно же, современные – это кардмейкинг, это вышивка шелковыми лентами, изготовление картины из шерсти и многие другие. Мастерская задумывалась для учителей начальных классов технологии изобразительного искусства и педагогов до образования. Новый опыт они используют на своих уроках, но поучаствовать в мастер-классах может и любой белгородец. Если мы возьмем нашего петушка и его разгладим, то есть шейку сделаем в районе с туловищем, мы увидим, что основная фигурка у нас будет двери-треугольник, то есть парковка. Так как я занимаюсь с детьми, им проще объяснять на каких-то примерах, которые не знают. Колбаска, морковка, допустим, то, что ассоциируется им с известными уже образами. Валентина Станкевич много лет проработала педагогом дополнительного образования, обучала детей лоскутному шитью. После выхода на пенсию свободного времени стало больше, как и желание продолжать заниматься любимым делом. Просто с самого детства мне привели любовь к труду, именно прикладным искусством. И бабушка, и мама, потому что у нас всегда дома плелись коврики из тряпочек, знаете, ничего не выбрасывалось. Мама шила платьица, одежду для моих старших братьев. Сейчас Валентина Ивановна – народный мастер Белгородской области. Она готова делиться семейными секретами и своим опытом. Прихватили? Теперь здесь отрезай ниточку и завязывай, крепко завязывай. Здесь делай побольше отверстия. Семь мастеров народного творчества. Программа насыщенная. Участники мастерской учились делать глиняные игрушки-свистульки, цветы из джинсовой ткани, тряпичные куклы, авторские открытки, браслеты в технике мокрого валяния. Кроме того, все желающие попробовали освоить вышивку шелковыми лентами. В конце мероприятия участники получили сертификаты. Анастасия Логвинова, Николай Русанов, БелгородМедиа.